С 1 октября в российском законодательстве вступают в силу ряд изменений. Они коснулись работы системы здравоохранения, социальных выплат и повышения зарплаты отдельным категориям бюджетников. Бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе обязательного медицинского страхования. Это позволит гражданам вакцинироваться в удобном и привычном месте у специалиста, которому они доверяют. Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту МИР. Напомню, ежемесячные пособия могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. На 3,7% повысит размер окладов военных, проходящих службу по контракту. Изменения коснулись также военных срочной службы, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников фельдъегерской службы. Граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Трансляция должна идти в том же виде, что и ПТВ, без специальных интернет-версий.